Принц Чарльз Принц Чарльз Принц Чарльз Принц Чарльз Звезда сериала «Форс-Мажора» вместе с внуком королевы Елизаветы II поселилась в особняке в Санта-Барбаре. Хорошо зная эти окрестности, Мэган была уверена, что там они с мужем смогут отгородить себя от суеты, которая так докучала им в Англии. Однако, по иронии судьбы, с того момента, как герцоги сасекские стали жить в Монтисито, этот район перестал быть местом для уединения. Соседи регулярно жалуются правоохранителям на то, что после переселения в их район внука королевы с женой над их домами летают дроны. В дом супругов за 10 месяцев пять раз пытались проникнуть посторонние. А теперь в полицию Санта-Барбара поступил звонок о найденных человеческих останках. Кости обнаружили рабочие. Они занимались ландшафтным дизайном на территории поместья, соседствующего с домом Мэган и Гарри. Скелет взрослого человека был найден на глубине меньше метра. На место тут же приехали полицейские и судмедэксперты. Работа моментально остановилась. Мы, конечно же, вызвали полицейских. Вообще, для такого тихого места, как Монтисито, это настоящая драма, рассказал один из рабочих. Некоторые боялись, что находка связана с криминалом. Однако опасения не подтвердились. Предварительная экспертиза показала, что кости принадлежат коренному американцу из народа Чумаши. Они проживали на юге штата Калифорния с 700 года нашей эры. Большинство Чумашей вымерло из-за эпидемий, занесенных белыми. Ранее Скотч сообщал, что в сеть слили фото экс-жены Дурова, которая родила ему двух детей. Павел и Дарья познакомились еще в студенческие времена, когда будущий миллиардер учился на филологическом факультете, а активная и энергичная девушка была редактором газеты «Студень». Сейчас Дарья якобы живет с сыном и дочкой в Барселоне, что указано и в ее соцсетях, которые разыскали пользователя. В начале лета в королевской семье Великобритании ожидается пополнение, Меган Маркл родит второго ребенка. Ранее некоторые СМИ сообщали, что сам процесс пройдет в домашних условиях. Теперь же появилась информация, согласно которой супруга принца Гарри согласилась на экстремальные роды. По данным издания New Idea, ребенок у Меган Маркл должен появиться в абсолютной тишине. Всем, кто присутствует при родах, необходимо молчать. Отказаться от каких-либо звуков предстоит и будущей матери. Такой способ родов является рекомендуемым Церковью Саентологии, запрещена в России. Основатель учения считает, что любые звуки во время появления младенца на свет могут оказать на его дальнейшее развитие негативное влияние. Отмечается, что таким способом рожала бывшая жена Тома Круза Кэти Холмс. С тех пор, как принцы Гарри и Уильям поссорились в результате внезапного решения младшего внука Елизаветы покинуть королевскую семью, они практически полностью прервали свое общение. Причем ситуация с их отношениями осложняется чем дальше, чем больше, из-за постоянных публичных нападок Гарри на родных, включая его заявления, сделанные в интервью о пре-уинфре. И вся надежда теперь на то, что когда Гарри снова приедет в Британию, братья все же наконец помирятся. И как удалось выяснить эксперту по британской королевской семье Камиле Томне, эта надежда не совсем призрачная. Среди родных Елизаветы есть один человек, который намерен приложить максимум усилий, чтобы восстановить мир между Гарри и Уильямом. И этот человек – Кейт Миддлтон. Об этом Томне рассказала изданию «Экспресс». Ко – Ю Кей. Как говорит Камила, которая знакома с Миддлтон, для герцогини всегда были очень важны семейные ценности. Поэтому ситуация, когда родные братья ведут себя как враги, кажется ей совершенно неприемлемой и дикой. Сама Кейт выросла в очень дружной семье, и несмотря на то, что образ жизни герцогини и ее брата Джеймса совершенно различны, они до сих пор сохраняют очень близкие и душевные отношения. Кроме того, Кейт беспокоится не только за Уильяма и Гарри, но и за сына младшего из принцев – Арчи. Ведь малыш, которому недавно исполнилось два года, практически не знаком ни с кем из своих кузенов и кузин, включая троих детей Кейт и Уильяма. Арчи покинул Британию вместе с родителями, когда ему было всего полгода. А учитывая нынешнее состояние отношений Гарри и Уильяма, возможно, Арчи больше никогда не увидит ни принцев Жорджа и Луи, ни принцессу Шарлотту, ни детей двоюродных сестер Гарри – Евгении, Беатрис и Заре. Что же касается еще не родившейся дочки Меган Маркл, которую она сейчас вынашивает, то для нее вероятность встретиться однажды в будущем с кем-либо из ее британских родных еще меньше. И Кейт уверена, что это неправильно. Споры вокруг скандального интервью Меган Маркл и принца Гарри, которые они дали о преуинфе, до сих пор не утихают. На этот раз высказаться решила ведущая британского пятого канала Storm Huntley. Она уверена, что герцог и герцогиня Сасекские недостаточно подумали о влиянии интервью на будущее их двухлетнего сына Арчи. Своими откровениями в СМИ они подвергают дальнейшую социальную жизнь ребенка, а также его ментальное здоровье серьезной опасности. Больше всего нареканий Хантли вызвали заявление Меган Маркл о суицидальных мыслях, которые посещали ее во время первой беременности. «Я действительно считаю, что говорить открыто – это здорово. И здорово, что он привлекает внимание общественности к проблеме самоубийств и их последствиям. Но в данной ситуации меня очень беспокоит малыш Арчи», – призналась Сторм Хантли. «Он еще совсем мал и не понимает пока, что происходит. Но он же не будет младенцем вечно. Когда-то он пойдет в школу, и люди вокруг будут много чего рассказывать о его матери. Думаю, ему будет довольно сложно узнать, что его мама была склонна к суициду во время беременности. Знаю, что Меган и Гарри пытались защитить своих детей от назойливого внимания, переехав в Америку. Но правильно ли то, как они сейчас поступают? Они недостаточно подумали о последствиях. Напомним, в интервью, которое вышло в эфир в марте 2021 года, Меган Маркл откровенно рассказала о Преу Инфри. «Я просто не хотела больше жить. И это понимание было очень ясным, реальным и пугающим. Я просто не видела решения». Чуть позже в новой беседе с Опрой принц Гарри подтвердил, что его жена действительно пережила этот непростой период. В королевской семье предстоит разобраться с многомиллионным состоянием принца Филиппа, который ушел из жизни в прошлом месяце. Наследство оценивается в 30 миллионов фунтов стерлингов. По данным СМИ, часть внушительного имущества получит и принц Гарри. Инсайдер отметил, что принц Филипп не хотел лишать внука наследства, даже несмотря на его уход из дворца. Он не хотел наказывать внука за плохое поведение и никогда не держал на принца Гарри зла. Он был очень справедливым, уравновешенным и милым человеком. Впрочем, первыми в списке наследников стали личные помощники герцога, его секретарь, генерал Арчи Миллер Бейкуэлл, пажу Ильям Хендерсон и коммердинер Стивен Едожадло. Сотрудники поддерживали принца Филиппа в последние годы его жизни. Источник, близкий к Букингемскому дворцу, отметил, что принц Гарри унаследует лишь малую часть многомиллионного состояния покойного принца Филиппа. В отличие от некоторых других членов королевской семьи, принц Филипп будет щедр к своим личным помощникам, которые ухаживали за ним вплоть до его смерти.